Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Любовь Курьянова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. О зарождении нацизма на Украине рассказали в Музее Победы. День Отца. В Москве прошел праздничный концерт. В Музее военной формы состоялась презентация благотворительного фонда «Офицерская честь». А теперь подробнее об этих и других новостях. Историки Музея Победы прочитали посетителям лекцию о зарождении нацизма на Украине. Они рассказали о кровавых преступлениях украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. А также провели параллель с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии. О невыученных уроках истории в материале моей коллеги Альбеки Ильясовой. Посетителям лекции впервые были представлены уникальные экспонаты, привезенные в этом году с территории Донбасса межмузейной группой, которая была создана Министерством культуры Российской Федерации при содействии Российского исторического общества. На нашей лекции будут раскрыты такие тематики, как уничтожение людей во Львове, в Бабьемьеру, страшная волынская резня, ну и другие преступления не только нацистов, но и дивизии СС Галиция. Трофеи и кадры, представленные как в начале лекции, так и в конце в рамках посещения выставки «Обыкновенный натоцизм», стали наглядным доказательством связи украинской повстанческой армии и организации украинских националистов сегодняшней идеологии Украины. Украинство, как вообще течение, появилось на территории, населенной русинами и русскими в конце XIX века, и где-то в 1916-17 году начинает оформляться уже как движение, которое, в общем-то, вместо того, чтобы каким-то быть политическим, становится относительно бытовым, и народы, проживающие на территории Украины, вдруг превращаются в украинцев. Они ложились спать русскими, русинами, гуцулами и так далее, а проснулись украинцами, потому что им это навязали. Навязала это все разведка австро-венгерской армии, в первую очередь, которая планировала на этой территории создать антироссию. Виктор Сенечкин, ученый-секретарь Музея Победы, выступил вторым лектором проекта и рассказал о постсоветском периоде современной Украины. В этом году им были совершены три командировки на территорию специальной военной операции. И вот особенно цена последней командировки – это проект нашей традиции, Министерства культуры Российской Федерации. Были переведены 3-4 выставки из совершенно разных музеев Российской Федерации, и операторами является наш музей. И вот эти выставки разразились по всей территории Луганской Республики, планируется Донецкая Республика Народная. И просто было очень приятно видеть, как людям это важно, что к ним приезжают выставки из России, что идет какая-то культурная жизнь, что не только война вокруг них, но и продолжается что-то такое светлое, ясное, есть надежда на возрождение. Более 200 экспонатов выставки «Обыкновенный нацизм» рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах. В разделе «Нацизм сегодня» представлены материальные свидетельства про нацистских настроений в современной Украине. Это книги, форма, агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой. Центральной частью экспозиции стала пронзительная инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса. В музее военной формы состоялась презентация благотворительного фонда «Офицерская честь» о людях, неравнодушных к судьбе своего Отечества, в репортаже Евгении Фухурдиновой. Благотворительный фонд «Офицерская честь» начал свою работу совсем недавно, в июле этого года. Однако торжественное открытие состоялось только сейчас. Гости музея военной формы смогли увидеть документальный фильм режиссера Дамира Ширяева и творческой мастерской «Автограф» под названием «Мы – 2022 год». Картина повествует о работе благотворительного фонда «Офицерская честь» и неравнодушных людях, которые помогают тем, кто защищает нашу Родину. Мы помогаем военнослужащим, членам их семьи, мирным жителям, которые пострадали в результате различных военных операций. Второе направление – это центры психологической помощи. Мы планируем, что их будет много по всей России, но на данный момент, 5 октября, открылся центр помощи в городе Белгород. И третье направление нашей помощи – это социальная поддержка. Социальная поддержка военнослужащих, членам их семей. Мы оказываем юридическую помощь. Гости торжественного мероприятия смогли посетить выставочные пространства, которые демонстрируют эволюцию формы рабоче-крестьянской, красной, советской и российской армии. А также выставку «Донбасские хроники. Герои и судьбы». Это история освобождения Донбасса, труды и будни героев этой земли. В этот проект мы привлекли высококвалифицированных специалистов-психологов, два из которых у нас кандидаты психологических наук. Один психолог, женщина, клинический психолог – это те специалисты, которые умеют работать с горем, умеют работать с посттравматическим синдромом расстройства, с дезадаптацией, с другими пограничными и критическими состояниями личности, что, в общем-то, на сегодняшний день очень востребована. И та помощь, которая будет оказываться населению, она очень необходима. Необходима почему? Потому что человек с ранением, с инвалидностью, если теряет интерес к жизни, вкус к жизни, не знает, что ему делать. Вот задача наших психологов, чтобы вернуть в семью, в общество полноценную личность, чтобы человек принял это состояние свое нынешнее и научился жить в новом облике дальше, трудиться и творить. Благотворительность – это добровольный, бескорыстный и естественный человеческий порыв. Жизнь полноценна лишь тогда, когда, выходя за границы личных интересов, мы находим смысл в самоотдаче и помощи тем, кому это необходимо. В китайских соцсетях состоялась премьера фильма «Говорит Россия. Запорожская область». Всего за несколько часов видео на страницах посольства набрало около 100 тысяч просмотров. В Поднебесной теперь знают наверняка, как обстоят дела на освобожденных территориях, что волнует жителей Запорожской области и как восстанавливается агропромышленный комплекс после атак вооруженных сил Украины. О событиях в картине рассказывает известный российский актер и общественный деятель Иван Ахлобыстин. Фильм на китайском языке доступен на страницах посольства России в Китае в популярных соцсетях. На русском языке фильм можно посмотреть в социальные сети ВКонтакте и на странице Российского общества знания. А теперь к другим новостям. Накануне в Москве состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Отца, который подарила жителям и гостям столицы региональная общественная организация объединения многодетных семей города Москвы. В концертном зале «Космос» все присутствующие окунулись в совсем новый праздник – День Отца, учрежденный в прошлом году по указу президента России Владимира Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Конечно, нам очень важно праздновать такие события, и я не мог просто пройти мимо этого, потому что у меня тоже есть отец, потому что он меня воспитал, потому что я его люблю. И, конечно, мне только за радость спеть ему песню, которую я сегодня подготовил на концерте. Хотя его, к сожалению, не будет, но я надеюсь, он посмотрит запись, трансляцию. По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легоиды, семья для ребенка – это мать и отец. Ему одинаково нужны одна и другой. И насколько материнство раскрывает в женщине женщину, настолько же для личностного становления мужчиной важно и необходимо отцовство. И, как мне кажется, главное в жизни мужчины – не переставать быть мужем и папой даже в сложные моменты. Как мы, мужчины, порой боимся показать свою любовь и нежность, пытаясь быть всегда сильными и ответственными. Это был необычный концерт, потому что зрителями стали только выдающиеся родители – мамы и папы, которые вырастили и воспитали более троих детей. В концертной программе приняли участие Игорь Суруханов, Митя Фомин, Николай Перминов, Лариса Гордьера и многие другие, а также талантливые дети из многодетных семей – победители конкурса «Искусство возможностей». Сегодня я исполню одну, наверное, из самых таких патриотических песен. Песня о родине – это «Я, ты, он, она». Эта песня очень известна. Когда-то ее пела первая исполнительница Софья Михайловна Ротару, Иоси Давыдович Кобзона. Вот сегодня достойно честь мне исполнить эту песню. Ребята будут сегодня мне помогать. День отца позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей. А уже взрослым сынам и дочерям этот праздник дарит повод и прекрасную возможность в очередной раз признаться в любви своим отцам и поблагодарить их за то, что они есть. В концертном зале «Академия» в Москве прошел поэтический вечер «Зов», посвященный специальной военной операции. На этом мероприятии впервые был представлен сборник стихов «Поэзия русского лета». Кто его авторы и читатели, узнаем из следующего сюжета. Поэтический вечер «Зов» и презентация сборника «Поэзия русского лета» были организованы и проведены телеканалом РТИ. Мероприятие объединило стихотворения, поэмы и поэтические циклы военной тематики, созданные на протяжении последних восьми лет. В сборник стихов вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. Во все трудные времена можно вспомнить события 1812 года. Вот, начиная со светских времен, на которые мы можем обратить свое внимание, безусловно, значение и роль поэзии было неимоверно, просто серьезно и высоко. На поэтическом вечере выступили поэты и исполнители, в том числе заслуженный артист России Александр Скляр, группа «Зверобой», советский и российский музыкант Сергей Галанин, певица Юта, скрипач Петр Лунстрем, американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица и, конечно же, поэты. Ну, помните, как у классика не продается вдохновение. Да, можно, как, опять же, говорил классик, продать рукопись, но вдохновение не продается. Это дух, это душа, это эмоции, это то, что ты переживаешь. И как доказательство фундаментального характера, которое нельзя игнорировать. Это поэзия сегодняшнего дня, это поэзия восьми лет. Это поэзия написанная не на компьютере, это поэзия написана даже не от руки, это поэзия написана сердцем, обливающимся кровью. Приветственное письмо к участникам и гостям поэтического вечера направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что особой страницей ратной летописи Отечества, имеющей огромный нравственный смысл, является борьба с неонацизмом, защита жителей Восточной Украины, которых приговорили к уничтожению лишь за то, что они хотят говорить на родном языке, развивать свою культуру и традиции. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, в городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания.